Один из российских автозаводов находится в Калининграде, это Автодор. Пилотную партию электромобилей здесь впервые выпустили в прошлом году. А несколько дней назад передали первые пять таких машин службу такси. Когда начнется массовое производство и насколько оно будет локализованным? Об этом из самого западного региона репортаж Жанны Меллер. Водитель такси Павел Николаев везет нас в новеньком Амберавто. Телевизионная группа его первые пассажиры, которых он обслуживает на электромобиле, построенном в Калининграде. Я когда узнал об этом, я для начала удивился. Для меня это было прям вау. Она плавная, тихая и ты в ней как в самолете. То есть ты особо не слышишь ни звук мотора, ни подвески как таковой. Она просто как парит. Первые пять из 50 электричек Калининградский завод передал компании такси. Водители еще разбираются в электронике в салоне, перестраиваются на новый стиль вождения, ловят любопытные взгляды прохожих и других водителей в потоке. На электричке специфическая езда, потому что ее больше нужно пускать накатом. При торможении батарея сама себя заряжает. То есть нужно привыкать после бензиновой дизельной машины. Водители рассчитывают на щедрые чаевые от пассажиров, пока электромобиль, да еще и местного производства, в новинку. Первыми ее оценили журналисты. Нам дали возможность прокатиться и рассмотреть, что у этих авто под капотом. Эта машина оказывается сейчас заведена, но никакого шума не слышно, поэтому картина очень непривычная. Водители говорят, что зарядка одной батареи занимает всего лишь 40 минут, а хватает заряда на 12-часовую смену такси. Владелец компании, которой достались первые пять калининградских электрокаров, мечтал об этом давно. Александр Навагин убежден, что за такими авто – будущее. И с экологической, и с экономической точки зрения. Мы изучили опыт других коллег. Мы съездили в Нижний Новгород, изучили процессы, которые налажены уже там. Там первые у нас в России электротакси. Посмотрели цифры. Через некоторое время я смогу сравнить по цифрам автомобиль электрический с газовым автомобилем, который привычно работает в такси. То есть он сравним с газом? Он даже лучше. Калининградский завод «Автотор» производит автомобили уже 30 лет. Когда-то это были авто известных американских, немецких и корейских брендов. Сейчас перешли на китайские и решили сделать собственный автомобиль – электрический. Разработали прототип, обучили персонал, оборудовали производственные линии. Прямые контракты с поставщиками комплектующих, которых гораздо меньше, чем в обычном бензиновом автомобиле, в десятки раз меньше, заключены. Мы заявили о том, что мы входим в рынок электромобилей, в том числе собственными моделями, в том числе программой локализации. Этот автомобиль подготовлен полностью под локализацию в Российской Федерации. Сегодня «Автотор» строит 12 заводов по производству локальных комплектующих, электродвигателей, батарей, будет вакуум, формовка, литье под давлением, производство каркасов автомобилей, электроники. К 2025 году менеджмент завода планирует выйти на уровень локализации этого авто в 85%. Ну а региональным властям нужно заботиться об инфраструктуре. Согласно утвержденной дорожной карте по развитию электротранспорта, до 2030 года в регионе будет 800 электрозаправок, а все таксопарки переведены на электротранспорт. Мы будем сейчас работать с Яндексом, тоже помогая коллегам, чтобы это были отдельные тарифы, отдельный класс. Ну и впоследствии снижение транспортного налога, естественно, для них на какой-то определенный период времени, в районе двух-трех лет. Потому что мы надеемся, что количество электромобилей увеличится. Ну и самое основное, я надеюсь, люди увидят экономический эффект. Заправиться на полный бак стоит 900 рублей. Вы знаете, что бензином на полный бак стоит заправиться как минимум 2,5-3 тысячи. То есть уже можете смотреть, что это как минимум в 2,5 раза дешевле. Завод обещает постепенно расширить линейку моделей и насытить комплектацию. Сегодня автомобиль «Амберавто» стоит около 3 миллионов 400 тысяч рублей. А с госсубсидией и трейдином его можно купить и за 2 миллиона 200 тысяч. Для покупателей калининградской электрички есть еще одно преимущество по сравнению с аналогами из Поднебесной. В случае что, есть гарантия и фирменный сервис. Жанна Меллер, Калининград, Белрос.